Шесть историй от шести бизнесменов. Сегодня на бизнес-встрече они рассказывают о своих ошибках, делятся опытом. Одним из первых выступал Юрий Васильев. Способности в управлении у него проявились случайно. В студенческие годы он работал в охранном предприятии. Однажды попросили заменить начальника. Через месяц он стал заместителем директором. Что является достижением цели? Это образование. Образование нам дает заработать на хлеб. А вот само образование нам дает заработать на икру и на масло. Такого формата мы в Уфе не видели. Для себя тоже проводим впервые. Мероприятия отличаются от остальных. Люди рассказывают не об успехах, а об ошибках, которые привели к успеху. Может быть, да? Я предостерегаю от других. И ключевой момент в том, что это не бизнес-тренеры какие-то практикующие, это реальные бизнесмены. Когда меня ребята пригласили на это мероприятие, они попросили рассказать об опыте создания аэродрома Первушина. Я долго думал формат выступления, потому что тема такая довольно-таки необычная. Это роковые ошибки бизнеса. А свои ошибки, их, в общем-то, сложно вспоминать. По большому счету, я пришел посмотреть на себя со стороны и постараться проговорить то, что, может быть, я не всегда могу проговорить с собой. Пришел для того, чтобы в своем бизнесе, который у меня тоже есть, не совершать ошибок и учиться чему-то у людей, которые здесь, в общем-то, давно уже занимаются этим. Интересно было послушать те реальных бизнесменов, у которых есть опыт своего ведения бизнеса. Вот здесь именно тема, то, что роковые ошибки. Они рассказывают про такие ошибки, то есть я как начинающий предприниматель, в самом начале для меня это важно, то есть узнать, на что стоит обратить внимание и на какие моменты, чтобы избежать своих ошибок. Мне очень интересно послушать выступление чемпиона, Дири Юлдаши. Поэтому будем надеяться, что что-то интересное. Самое интересное услышу чуть позже. А теперь давайте я хочу поиграть со всеми. Только давайте будем играть очень честно. Итак, все повернули, пожалуйста, голову налево. Пожалуйста. Теперь все повернули направо. А теперь смотрим на меня. Вот сейчас мы с вами сымитировали, как будто мы ехали на машине со скоростью 40-60 км в час. И до этого счета был другой счет рекламный. То есть вы его проехали. Пожалуйста, поднимите руку те, кто видел, что это был за счет и о чем там идет речь. Ребята, представьте, да? То есть вы платите за счет, вы размещаете его. Почему 200 человек проехало на машине мимо этого счета и его не заметили? Почему каждый из нас здесь сидящий думает, что его счет самый лучший, самый красивый и самый эффективный? Вы также говорили, что вы начинаете заниматься делом, которое они очень любили, да? Да. Хотя все обычные бизнесмены говорят, что прежде всего нужно любить, чтобы добиться успеха. Вы знаете, тут есть такая теория, когда человек испытывает голод, и он начинает кушать, он начинает получать удовольствие. Но это не значит, что он получает радость от еды, допустим. А по мере погружения в сам процесс рабочий, погружения в еду, постоянно задумываясь над ингредиентами, еще что-то, человек может получить радость. И также, начав заниматься нелюбимым делом, в принципе, можно его детализировать, найти те вещи, которые принесут радость. А для этого всего нужны 4 составляющие. Поставить себе четкую цель, идти мелкими шагами, усложнять те задачи, которые получаются, и радоваться маленьким победам. Причем радоваться маленьким победам нужно, наверное, всегда, потому что я считаю, что бизнес – это интуиция плюс рационализм. Рациональность – это тот набор действий, который приводит к успеху, а интуиция – это то, что заставляет нас идти в каком-то определенном направлении.